здравствуйте уважаемые слушатели здравствуйте александр после небольшого перерыва всех рад приветствовать на нашем новом ножом новой встречи вместе с александром элдером будем говорить о рынках разбирать текущую ситуацию говорить про разные акции такие как тесла nvidia netflix и как всегда поговорим о разных составляющих рынка и о том что делает трейдер но прежде чем мы начнем как всегда это предупреждение о рисках со своей стороны как всегда напоминаю что прежде чем приходить к торговле к инвестированию всегда важно разобраться с рис с рисками с ними ознакомиться и научиться с ними работать риск безусловно присутствует но его нужно понять как его применять да и как с ним работать в повседневной жизни трейдера и инвестора для тех кто присутствует впервые на наших встречах скажу несколько слов о компании адмиралов мы являемся международным брокером работаем уже более 22 лет работаем различных странах есть разные лицензии как в великобритании кипра канады и много других они представлены в разных странах ну вот судя по географии до наших участников это практически со всего света к нам присоединяется участники и это и прекрасно потому что трейдинг это то что может объединять всех нас а встреча вместе с александром это то что еще еще лучше всех нас может объединять поэтому из также из торговых платформ в компании адмиралов мы предоставляем как метатрейдер так есть и собственные платформы для мобильного приложения также для десктопной версии поэтому всегда вы сможете подобрать наиболее оптимальный способ инвестирования или торговли и ту платформу которая вам подойдет хочу также напомнить и как раз у нас был перерыв наших встречах хочу сказать поделиться одной из новостей которая у нас появилась в компании это ранее мы давали возможность для инвестиционных счетов использовать дробные акции для составления инвестиционного портфеля и буквально несколько недель назад добавили еще такую возможность для и теф теперь и теф точно также можно собирать частями таким образом лучше регулируя портфель практически с любой суммы с которой вы работаете скажу так что в адмиралов мы всегда уделяем большое внимание обучение потому что понимаем что много приходит участников на рынок новых без большого опыта и со своей стороны мы очень рады что александр к нам присоединяется раз в месяц делится своим опытом и для того чтобы вы всегда были в курсе актуальных встреч записи вебинаров или мастер-классов которые мы проводим я рекомендую подписаться на наш youtube канал наш телеграм-канал ссылочки в чат отправлю те кто смотрит нас на youtube канале то все ссылки будут уже непосредственно в описании у нас был небольшой перерыв мы возвращаемся ну как раз у нас заканчивается лето как раз уже становится холодно как раз время заниматься трейдингом и прежде чем как раз перейти к теме вот я делаю как всегда вначале такой небольшой snapshot рынка до то есть того что происходит на рынке здесь я взял два индекса s&p 500 и nasdaq сначала мы видим s&p 500 а в целом мы видим что акции которые за последний месяц торговались ниже нуля да то есть показали или коррекцию да или около нуля остались их гораздо больше чем те кто показал больше прирост безусловно были акции которые выросли достаточно сильно но целом и видим что динамика такая средняя больше пока коррекционная что собственно мы видим по индексу s&p 500 и по индексу nasdaq и точно так же картина по индексу nasdaq как раз сегодня некоторые бумаги в том числе nvidia который вчера был отчет они мы безусловно поговорим и о многих других бумагах в том числе поэтому как всегда разберем интересно услышать мнение александра по текущей ситуации то есть как прошло лето как она завершается для александра разберем как всегда ключевые инструменты ключевые активы поговорим про несколько бумаг подведем итоги конкурса одну и как всегда в конце я расскажу про то как можно получить индикаторы александра чтобы поставить их на метатрейдер и про правила конкурса александр с нетерпением ждали лето закончилось значит мы готовы возобновлять спасибо поэтому с нетерпением своему и нашу слушателей я передаю слово вам спасибо большое роман за такое доброе представление нет конечно комментарии что заканчивается лето осенью лучше торговать напомнил мне старую старый советский стишок прошла весна настало лето спасибо партии за это у меня три дня назад была такая лично немножко знаменательная дата была годовщина очередная советского вторжения в чехословакию я тогда был студентом и у меня уже жизнь при коммунизме не сильно претила но началась чехословакия и чехи устроили то что они называли социализм с человеческим лицом по этому лицу проехали советские танки 21 августа я помню я был это было лето я был на даче с сестрой и пытался услышать какие-то новости и пришел к выводу что в этой стране мне больше жить нельзя надо делать ноги и я оказался в америке соскочив советского парохода и приехал в эту страну у него было в кармане 18 18 18 долларов не знал ни одной души но такая страна где если хорошо работаешь и можно выйти в люди так что 21 августа для меня ска день был самого главного решения в моей жизни хочу быстро также хочу прокомментировать что-то о том что вы сказали вы всегда говорите о риске необходимости контролировать риск и я хочу сказать что я когда только начинаю рассматривать любую акцию у меня есть четыре вопроса которые я задаю про эту акцию если хотя бы один из них негативный я даже дальше не смотрю как бы она красиво не выглядела четыре вопроса вопрос номер один когда будет сообщение о доходах то что по-английски называется earnings report если это меньше недели для меня эта акция не существует потому что сообщение о доходах может акцию бросить и вверх и вниз и это получается как игра в рулетку непредсказуемо да это один вопрос второй вопрос каков объем торгов этой акции сегодня увидел замечательно красивую акцию посмотрел на объем торгов средний объем за последние три месяца 200 тысяч акций в день все дальше не смотрю если это меньше в американском рынке если это меньше полумиллиона в день торгов то это слишком тощая акция могут быть всякие сюрпризы ее легко могут толкнуть поехали дальше третье когда если в этой акции дивиденды если есть дивиденд мне нужно и я хочу коротить ты обязательно должен проверить какого числа эти дивиденды выходят потому что коротишь акцию она объявляет дивиденд то медведь должен заплатить этот дивиденд быку очень неприятно попадался несколько раз в молодости и четвертое каков 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 процент коротких продаж в этой акции то же самое вчера увидел акцию очень привлекательную процент коротких продаж 39 39 процентов это значит огромное количество людей сыграли ее накоротка а это означает а я тоже захотел закоротить ее это означает что если начнется хоть маленький подъем эти шарты побегут к выходам и акция у которой очень высокий короткий интерес может взлететь но прямо как свеча поэтому если короткий интерес уже больше двадцати где-то больше больше тридцати я близко не подхожу больше двадцати уже сомневаюсь больше так меньше десяти должно быть вот эти вот такие четыре барьера это мой подход это один из моих подходов контроля риска а потом как контролировать деньги но об этом мы поговорим в другой раз и чтобы долго не разговаривать а уже скорее переходить к анализу акции пользуясь системами трейдера еще один комментарий только вы упомянули что компания адмиралов предлагает фракционные акции частей додробленные акции на самые крупные компании и вот теперь как еще оказывается на и т.ф. мой мой совет который я сейчас выскажу обращен к людям которые пользуются такими вот инструментами если вы пользуетесь такими вот дробленными акциями это естественно значит что у вас маленький счет когда вы начинаете с маленького счета это совершенно нормально я сам начинал 5 тысяч долларов счет это еще в банке взял заем что у меня самого пяти тысяч не было до добрых не очень добрые старые времена если у вас очень маленький счет то у вас будет соблазн делать какие-то очень рисковые сделки чтобы сделать какую-то настоящую прибыль это я считаю порочный подход потому что человек который берет сильные риски на себя неизбежно не в первой сделке как во второй в третий в пятый в десятый оступится и потеряет все то есть человек который играет ва-банк ему нужна только одна потеря или две потери подряд чтобы уничтожить свой счет поэтому не насилуйте играйте маленьким счетом учитесь на нем но не насилуйте его и запомните в мире очень огромные огромные суммы денег которые ищут управление а управляющих хороших мало поэтому на ваш с вашим маленьким счетом вам нужно показать будущем потенциальным клиентам как вы умеете управлять у вас никогда не бывает потери больше десяти процентов например за месяц никогда не бывает просадки больше десяти процентов да это показывает дисциплину у вас постоянно стабильный рост счета и пускай это будет крошечный счет 2000 долларов и концу концу месяца у вас уже 2050 а следующий месяц 2100 2150 то есть по деньгам это очень маленькие суммы по процентам это очень серьезно если вы можете показать что вас на протяжении полутора лет минимум вот такие вот результаты стабильный рост с минимальными просадками то на вас будет серьезно смотреть и вы можете получить деньги в управлении вот такой это гораздо более надежный способ чем чем идти на какие-то дикие сделки что сейчас сорвать куш да сейчас может быть удастся сорвать а завтра уже сказать сорвут у вас вот такой совет роман извините что я отвлекся от наших сказать конкретных задач но ваши комментарии натолкнули меня на эти мысли так что виню вас в этом что-то в том что сбился с пути смотрим на график снп смотрим на график снп слева недельный график справа дневной вот так вот я люблю смотреть на графики и вы видите все инструменты которыми я люблю пользоваться конверт и на том на другом графике на обоих графиках две скользящие средние одна быстрая другая маленькая и пространство между ними я называю зоной ценности эта зона вот где рынок правильно оценен выше верхнего конверта он переоценен ниже нижнего или в районе нижнего конверта он недооценен затем идет такая горизонтальная полоска красно-зеленая синяя это импульсная система которая описана в моей книге красная значит запрещено покупать зеленое запрещено коротеть синяя делай что хочешь следующий индикатор это мая сиди линии и мая сиди гистограммы это показатель силы быков и медведев медведей он построен на вычислении разницы между скользящими средними и наконец последнее последнее окошечко внизу это индикатор индекс силы индикатор который я разработал и пользуюсь им ежедневно для меня это лучший инструмент употребления объема торговли объем очень важный но когда я просто смотрю на вертикальный график объема он не говорит и вот даже здесь вы видите на недельном графике ближе к правому краю смп идет вверх и вы видите высокий в апреле был высокий пик индекса силы а в июле был очень плоский пик индекса силы уже ближе к концу вот так вот вот такая вот дивергенция между немного праве вот между праве между вот вот здесь то это был апрель и июль справа и рынок идет вверх все стоят на ушах покупаем 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 а я смотрю вот на эту фигуру и города покупательная способность уже не то не то надо посмотреть и закороте чего-нибудь может быть будет лучше кстати похожая структура на динографике с правой стороны если вы посмотрите в июне высоту индекса силы самый высокий пик индекса силы был в июне левее гораздо вот здесь да а выше самый высокий пик а мы сидели 100 грамм и и коре я вижу такой вот максимальный пик мне это говорит что ага очень сильные быки очень сильные быки и даже если будет спад тренд вверх будет продолжаться так и произошло был спад рынок подтянулся вниз обратно в зону ценности и потом попер еще выше и возникает пик новый пик уже в июле мы сидели 100 грамм и мы видим колоссальные медвежьи дивергенции этаж медвежьи дивергенция на на индексы силы силы рынок в обвале уже почти месяц и сейчас значит вот последние несколько дней рынок подрос быки вылезают значит из быки по норм не сидят будем называть темным хлебом да быки выползла вылезают из темных хлебов своих но может опять поедем вверх а я смотрю на мою сиди гистограмму рекордный низ рекордный низ максим рекордная сила медведей обычно такие когда и мои сиди опускается до нового самого глубокого уровня за много месяцев это показатель того что медведи сильны и спад продолжится спад продолжится после какого-то небольшого перерыва вот то что происходит сейчас на американском рынке значит происходит коррект бычье движение началось в прошлом году еще в каждом бычьем движении бывает коррекции и мы находимся посреди вот такой коррекции коррекция это идет вниз а движение вниз тоже имеет свою коррекцию да вверх было ралли на этой неделе и куда это ралли попала в зону ценности чуть чуть выше сегодня высунула голову еще выше и в обвале теперь и мне это говорит о том что вероятно донышко построенная в конце прошлой недели будет протестирована 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 тест будет этого донышка и я очень не удивлюсь если после этого подъем возобновится опять но чтобы подъем возобновился сначала нужно засидевшихся быков распугать нужно свежая кровь так что я я активно участвую в американском рынке и у меня сейчас стоит несколько шесть позиций на все на понижение ни одной ни одной на повышение так что ближайшие в ближайшую неделю я бы сказал неделю или дверь я ожидаю падения до уровня предыдущей недели а потом на будем смотреть дальше не удивить вполне возможно что начнется новый подъем я хочу видеть дивергенцию мы сидим 100 грамм и дивергенцию индекса сил и так далее и так далее посмотрим на дакс теперь спасибо александр да открываю дакс дакс значительно слабее американского рынка на недельном графике snp в зоне ценности дакс уже ниже зоны ценности и посмотрите рекордный низ на недельном графике macd гистограммы рекордный низ индекса силы переходим на и и при этом импульсная система это горизонтальная линейка красная значит покупать запрещено покупать запрещено читал сегодня в москве утонули сколько там 7 или 8 человек там какая-то компания организует им походы по в москве есть речки которые под землей и эта компания значит организует им походы вот вдоль этих речек нужно опуститься под землю там какие-то люки есть и они значит проводят там оборудование никакого не требуется только резиновые сапоги и фонарик а был прогноз на дожди насильные и этот экскурсовод идти не идти ну решачу пошли пошли ну так пошли но к сожалению не вышли тела потом сейчас уже вылавливают то есть вот вот этот индикатор импульсная система он не говорит мне когда покупать и когда продавать но он помогает мне не лезть в трубу когда есть сильный прогноз дождя вот так вот да вот сейчас про сильный прогноз дождя красный импульсная система красная с одной стороны хочется купить вроде двойное донышко и то и сё а этот индикатор по пальцам шлёпает нельзя окей нельзя не буду смотрим дневной график с одной стороны все очень красиво как бы двойное донышко вот было донышко в июле донышко сейчас да донышко есть а вот чего нет чего нет так это дивергенции индекс силы мы сидим 100 грамм смотрим ее глубину на первом донышке и вот сейчас да то есть цены оттолкнулись от того же уровня а медведи сильнее и то же самое с индексом силы поэтому я думаю я я ожидаю от дакса дальнейшего понижения спасибо александр давайте посмотрим на евро доллар евро доллар совершенно было замечательное ралли на недельном графике возникла медвежья дивергенция да то есть цены евро выше 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 моя среди гистограмма выдает все более низкие пики и импульсная система красная можно только или стоять в сторонке у трейдера три позиции играть на повышение играть на понижение стоять в сторонке стоять в сторонке это единственная позиция в которой никогда не потерял денег так к слову вот то есть играть на понижение не обязательно но покупать нельзя смотрим идем на правую сторону графика смотрим на дневной график смотрим на дневной график что мы видим здесь евро падает 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 а МСД гистограмма говорит медведи начинают ослабевать медведи начинают ослабевать тренд вверх смотрим на индекс силы да говорит индекс силы паника была в июле в середине июля а сейчас вроде как ситуация нормализуется вполне возможно возникновение донышка вполне а еще что интересно было вот донышко на дневном графике в июне а сейчас цена ниже этого июньского донышка а продолжение чего-то не видно так что я в последние в последние годы не торгую валютами но если бы я торговал сегодня евро то я подготовился бы его покупать я одну секунду посмотрю на а телефон звонил я думал что подтверждение сделки пришло это не подтверждение сделки а жена собак куда-то взяла в машине а у собака шейник который сигнализирует когда они от дома отходят так что это не сделка это собаки так вот недельный график покупать нельзя но он вроде тормозится ниже зоны ценности я люблю покупать дешевле ценности продавать выше ценности то есть на недельном графике возможно возникнет в ближайшую неделю две привлекательная ситуация на дневном графике она уже возникает так что что бы я сделал если бы я торговал евро прием прием которому я научился много лет назад очень очень сказать до внешней подруги она была замечательной трейдер она бы сейчас распечатала этот график и толстым красным карандашом нарисовала бы чего она ожидает и повесила бы этот график возле своего торгового стола каждый раз подходя к торговому столу она видит все ее планы висят на стене чего она ожидает что она будет делать то есть чтобы легко сказать не знаю не очень легко довольно легко сказать похоже что в ближайшую неделю или две начнется взлет и этот взлет будет сигнализирован тем что недельный недельная импульсная система которую вы можете рассматривать на своем метатрейдере перейдет из красной в синюю а каковы шансы что вы будете помнить это неделю спустя я бы точно забыл но вот если я это делаю распечатаю карандашом нарисую чего я ожидаю и повешу возле своего письменного стола вот тогда ты этого не пропущу едем дальше открываю золото ах 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 так очень сильный бычий рынок в золоте начался еще в прошлом году смотрим на недельный график конечно потом где-то в марте этого года была фигура которую я называю палец в небо вот так вот раз видите как торчит этот одинокий бар этот штрих или этот столбик это показывает что была какая-то последняя истерика среди быков покупаем покупаем вот последний шанс две тысячи пятьдесят долларов копейки дешевле не будет дешевле оказалось будет оказалось дешевле тысячи девятисот но рынок стабилизировался и у правого края на недельном графике мы видим совершенно замечательную фигуру ложный пролом вниз да то есть было донышко в апреле и вот донышко которое было на прошлой неделе и на этой ниже апрельского то есть все гении которые хотят играть на понижение говорят а ну окай новый значит пролом вниз большинство проломов фальшивые большинство проломов фальшивые когда я вижу пролом вниз первый вопрос у меня возникает а нет ли возможности купить когда я вижу пролом вверх первый вопрос что у меня возникает а нет ли возможности закоротить ну вот здесь ложный пролом вниз посмотрите на MACD MACD гистограмму и вы увидите Медведи явно ослабли. Переходим к дневному графику. Здесь тоже видим ложный пролом. Дивергенция гистограммы, я бы сказал, не самая лучшая, но тем не менее она присутствует. И золото последние уже 3-4 дня в сильном ралли находится. Я не люблю покупать выше зоны ценности. Дневной график выше зоны ценности. Зоны ценности, глядя на график на экране, где-то между 19.19 и 19.09. А рынок сейчас значит 19.23. Ну, я бы где-то на половине вот этой зоны ценности купил. То есть, 19.14, 19.15, 19.16 даже. Вот так вот. То есть, это привлекательный еще город. Едем дальше? Открываем. Бренд. На недельном графике нефть построила совершенно замечательное дно. То есть, било по линии порядка 70 долларов. Раз, два, три, четыре. Четыре атаки. То есть, если бы могла сломать нефть этот уровень, то сломала бы. Но если четыре атаки все захлебнулись, значит, нефть не хочет идти вниз. И недельный график вверх. То, что мы видели, это была первая стадия бычьего рынка. Сейчас происходит коррекция. И, собственно, на этой неделе, на недельном графике нефть коснулась зоны ценности. Смотрим на дневной график справа. Нефть опустилась ниже зоны ценности. И, заметьте, на этой горизонтальной линейке, она была красная. То есть, в последние несколько дней эта линейка говорила, покупать нельзя, покупать нельзя. А сегодня она больше не красная. Значит, покупать можно. Запишите меня в быки по нефти. Ну и завершить рассмотрение разных рынков, разных инструментов. Выкатываем игорный стол и говорим, у кого есть биткоин? Я недавно прочитал статью, какой-то мужик в Калифорнии, программист. Много лет назад купил 700 биткоинов по 50 долларов за штуку. 50 долларов, 5-0. 700 купил их. Значит, по сегодняшним ценам, он пароль потерял, бедолага. И все. С концами. Надо аккуратно вести записи, товарищи. А, биткоин. На недельном графике биткоин находится в аптренде. Резкое падение на прошлой неделе, оно затормозилось на этой неделе. Импульсная система красная. Но вот если мне кто-то пистолет в голове, Алекс, ты должен торговать биткоином. Я бы сказал, как только эта система перестанет быть красной, я тогда оценю возможность его покупки. Считайте меня быком. Я смотрю на дневной графике, я вижу это совершенно дикий палец вниз. То есть, вот это была истерика. Это была истерика. Действительно, вот люди паниковали и все продавали. И все, истерика кончилась. Биткоин там на дневном графике лежит горизонтально, зализывает раны. Импульсная система уже синяя. Но пока она красная на недельном графике, не трогай. Будет синяя, если меня заставят Алекс покупать биткоин, то я бы его купил. Спасибо, Александр. У нас как раз время перейти к тому, чтобы посмотреть сделки участников нашего конкурса. Нам нужно еще победителя назвать. И, как всегда, перед началом я показываю всю турнировую таблицу. На самом деле было очень много участников, у кого сделки закрылись по тейк-профиту. Были сделки по валютным парам и по акциям и по разным инструментам на самом деле. И, собственно, у нас самая большая сделка была по акции. Компания R.I.O.T. Тикер. Участник с именем Сергей. Но он побеждал в прошлый раз. Вот у нас опять наметилась череда таких системных победителей. И вторая бумага, которая шла следом, это бумагу, которую предложил участник под именем Роман Тесла. Она прошла вот за тот период времени, когда у нас сейчас тут конкурс, 18%, а компания R.I.O.T. и стикером 26%. Вот, поэтому, со своей стороны, поздравляю победителей. И теперь можно посмотреть на сами сделки. По-английски слово R.I.O.T. означает мятеж. Это компания, связанная с биткоином. То есть, это абсолютно биткоиновская компания. И прекрасно схватил мужик, просто прекрасно. На недельном графике был дикий взлет, выше верхнего конверта. И, кстати, нелегальная сделка. По импульсной системе график был зеленым. Но хочу при этом сказать, когда я смотрю, когда я ищу сделки, то я их держу обычно довольно недолго. Поэтому, если недельный график даже против меня, но есть совершенно замечательная фигура. Совершенно истерический взлет. И он захлебывается. Смотрите, первый штрих этого взлета. Рынок открывается по низам, закрывается по верхам. А вот второй штрих, где, собственно, наш победитель вошел, рынок открывается по низам, а закрывается ниже верхов. Если вы стрелочку эту двинете, будет лучше видеть. А оно как раз, вот там оно и есть. То есть, ралли начинает захлебываться. Смотрим на дневной график. На дневном графике импульсная система перешла уже с зеленой на синюю. Мы легальны. И мы видим замечательно, как захлебывается это ралли. Смотрим за два дня до входа в сделку. Такой истерический совершенно взлет. Штрих выше конверта. На следующий день, за день до сделки теперь уже, смотрите, как быки чуть-чуть приподнимаются выше предыдущего дня. Ложный пролом вверх. Вверх и тонут. И вот это вот сигнал, такой вот разворота. Я когда вижу такие фигуры, то только проверяю, легально для меня войти или нет. То есть, там, то, что я раньше говорил. Когда будет сообщение о доходах, когда, какой короткий интерес и так далее, и так далее. И все, прекрасная сделка, просто любо-дорого смотреть. И вовремя закрыл. Наверняка какой-то новичок скажет, ну вот, до дна не додержал. Додержал до победы. Не надо жадничать. Не надо, опять-таки, что-то я все время сегодня цитирую из российских своих воспоминаний. Жадность фраера сгубила. Давно мы просто не встречались на русском языке, целый месяц пропустили. Да, да. Дома разговариваю на иностранном языке. У меня даже смысл снятся по-английски. Уже много лет. Одна из причин, что мне так нравятся эти вебинары, это возможность поговорить на родном языке. Окей, замечательная сделка, поздравляю. Поздравляю от души. Вот еще одна бумага, которая была, это Тесла. То есть как раз второй победитель, который получит книгу. Здесь точно так же был вход. Немножко цена ушла вверх. Но не достала. Да, доступ к лосе не дошла. И потом уже была закрыта по тейк-профиту спустя несколько недель. Стой, опять смотри сюда. Ерунда. Немножко, немножко поторопился. Немножко поторопился, значит, товарищ со входом. Но по-умному поставил защитный сток. Поэтому выиграл в конце концов. Я когда... То есть на недельном графике, да. И, кстати, это был легальный вход уже здесь, потому что импульсная система с зеленой перешла на синюю. Чуть-чуть он поторопился. Но ничего страшного. Ничего страшного. Очень по-умному стоп поставил. Я смотрю на дневной график. Все нормально. Все нормально с этой сделкой. Я не вижу, где он закрылся. У вас не отмечено или отмечено здесь? Вот здесь. По этой полосе. Окей, прекрасно. Ну, хорошо взял. Как хорошо взял. Как по-умному. Просто вот смотрю на сделку и просто получаю эстетическое удовольствие. Как правильно человек сыграл. Очень хорошо. Рад за вас. Опять-таки, без жадности. Ну, вот как так. На следующий день прибыль была бы больше. Можно сказать, какой-то новичок. А здесь цена уже ниже ценности. И вот наш победитель выдержал практически до самого низа. Очень хорошо взял. И закрыл на столбике, который открылся высоко, а закрывался низко. То есть, шел в его пользу. Жадный человек не стал бы закрывать. Жадный человек. Не-не, ну пускай еще идет. Пускай еще идет. Вот сейчас бы у правого края закрывался. Прибыль была бы гораздо меньше. Очень хорошо. И, как всегда, одна сделка, которая у нас закрылась по стоп-лоссу. В данном случае это был Netflix. Соответственно, вот здесь была предложена сделка на вход на продажу. Цена ушла вверх спустя несколько дней. То есть, закрылась по стоп-лоссу. И затем дальше уже пошла в том направлении, которое было выбрано. Я почти уверен. Я сейчас проверю. Вот этот вот гэп, какого это числа на дневном графике? Такой очень широкий гэп вниз. Вот это какой? Вот про это скажите. Какого это числа было? Сейчас я посмотрю на графике. Здесь у меня не отображается, но я сейчас... Сейчас, а я смотрю у себя Netflix, NFLX. Так? Да, 19 июля. Как раз сообщение о доходах было. Да, 19 июля. То есть, видите, вот это то, это та ошибка. Это, знаете, была статья недавно, что люди гибнут в аэропортах по неаккуратности. Заходят в пропеллер там или там их засасывают куда-то в какую-то технику. Ну, по дурости. Вот это вот в пропеллер зайти, да? Человек открывает сделку, человек открывает сделку, а на следующей неделе ожидается сообщение о доходах, да? Вот было сообщение. И у толпы была такая довольно типичная реакция. Как-то ели, пили, веселились, посчитали, прослезились. Очередная русская поговорка, да? То есть, сначала все обрадовались этим доходом, а потом чего-то... А, вот, вспомнили, да? И вот так вот. То есть, я бы ни за какие деньги в эту сделку не вошел. Ни за какие деньги. Я бы ждал сообщение о доходах, а когда уже сообщение вышло, вот после этого давайте работать. И вполне после сообщения о доходах можно было закоротить и... Не, ну, это действительно очень грубая ошибка, которую серьезный трейдер просто никогда не сделает. Ну, к тому же, вы в самом начале как раз с этого начали. И вот здесь у нас реструктивный пример. И в целом видим, что сделка пошла в том направлении, которое было выбрано, но после. Поэтому хороший момент, чтобы подождать. Если вы хотите, выкатите, выкатите Netflix. О, Netflix. NVIDIA. Да, я как раз вот и пошел ее добавлять. Вот так вот, да. NVIDIA очень популярная фирма, очень популярная компания, очень прибыльная компания, потому что сейчас колоссальный интерес в... Как по-русски говорят? Artificial Intelligence даже. По-русски. Искусственный интеллект. Искусственный интеллект. Я не вижу большого избытка естественного интеллекта, но почему-то к искусственному интеллекту большой интерес. Так вот, эта компания делает чипы, самые лучшие в мире и единственные в мире лучшие чипы для программирования искусственного интеллекта. Америка недавно наложила резкие ограничения, то есть абсолютные ограничения на экспорт лучших чипов в Китай. Им только можно чипы второго софта посылать и третьего, чтобы, значит, не кормить противника. Наверняка кто-то закоротил эту акцию. А еще какие-то умники, может быть... Я уверен, какие-то умники с утра и сегодня покупали. Вот был гап вверх купить. Почему? Ну как, все идет вверх. Все идет вверх. Она идет вверх, но каждый взлет вверх заканчивается таким довольно серьезным отдыхом. Всегда нужно думать, где опасность. Новичок всегда смотрит на рынок и думает, где деньги, где деньги. На рынке деньги, я это знаю по личному опыту. Поэтому мой первый вопрос, а где опасность? Что неправильного в этой картинке? Что неправильного в этой картинке? Вот для меня что неправильного в ней, это то, что акция открылась сегодня на колоссальном гэпе вверх. А прогресс где? Где прогресс? Прогресса-то нет. Тонем понемножку. Я стою на понижении. Едем дальше. Спасибо, Александр. Еще несколько бумаг, которые приготовлены сегодня. Одно из них это доллар три. Доллар три. Ну-ка, я почти уверен, что опять-таки это сообщение о доходах было. ДЛТА. ДЛТА. Двадцать четвертого августа перед открытием. Да, ну сегодня как раз. Да. А кто-то, знаете, кто-то ее купил вчера. Вот что. А кто-то сбыл ее с рук. У меня приятель есть, он лет двадцать работал, строил, управлял, делал. У него была Марина. Я не знаю, по-русски это Марина. Это как маленький порт такой для частных. Да, у него была Марина. Двадцать лет действительно ешачил там, просто ешачил с женой. И, наконец, продал ее за две и три десятых миллиона долларов. И получилось два анекдота. Один анекдот был. Шесть месяцев спустя был колоссальный ураган. И эту Марину снес с лица земли. Все. И воды. Да. Продал, деньги получил, чек очистился, все в порядке. Вот так вот. Я уверен, что каждый раз, когда он вспоминает про эту Марину, он себя так похлопывает. Я говорю, хорошо продал. Как удачно продал. А бедолага, который купил эту Марину. Может, у него страховка была, не знаю. Но, по крайней мере, да. Вот кто-то купил эту акцию доллар-три вчера. Или позавчера. Или неделю тому назад. Видите, вот все эти штрихи. Это же покупатели везде были. Продавцы сегодня. Можно выдохнуть. Вот так вот, да. Дурная-то ошибка была. Покупать. Если вы трейдер, особенно, если вы инвестор, то график-то вывешен на интернете. Есть два сайта, где я проверяю все эти сообщения. Один называется Finviz, а другой называется Earnings Whispers. Шепот о доходах. Занимает секунды. Но это для меня для каждой сделки. Сейчас, я думаю, что какое-то время эта компания, она как бы на историческом донышке. То есть, она в зоне вот этих 126 долларов, где обычно донышки происходят. Наверное, какой-то донышко постараются построить. Будет какое-то маленькое ралли. И, опять-таки, если бы мне сегодня пистолет в голове приставили, сказали, Алекс, ты должен сегодня сделать сделку по ДЛТА. Я бы купил ее тогда, да. Потому что она так упала, но уже сильно ниже не упадет. Но она как человек, который выпал из окна третьего этажа. Он не побежит завтра или послезавтра. Он будет долго лежать на земле, пытаться дышать, зализывать раны. Потом, может быть, встанет на четвереньки. То есть, постепенно вернется к этому. Но это будет очень долго и нудно. А всего этого можно было избежать. Давайте посмотрим еще на одно. Это Fortinet. Прямо одна иллюстрация за другой. Опять-таки смотрим. Вы знаете, Роман, если бы мы с вами запланировали заранее урок, то лучше так хорошо, как сегодня, мы бы даже запрограммировать не могли. FTNT. 3 августа, да. Я уже параллельно тоже смотрю. Вы быстрее меня. 3 августа. Знаете, ну вот компания идет вверх-вверх. Я, кстати, ее коротил там, когда она была выше верхнего конверта, я ее коротил. Подержал пару дней, снял нормальную для меня прибыль, потому что приближалось сообщение о доходах. Я не знал, куда она рванет, вверх-вниз, или никуда, может, не рванет. Но за неделю до сообщения о доходах меня там уже не было. Конечно, если бы подержал свою короткую позицию, это было бы очень хорошо. Но у меня ни капли сожаления, ни капли. Потому что если играть вот в эту игру, покупки или продажи перед сообщением о доходах, неизбежно нарвешься, неизбежно нарвешься. Если не в первый раз, то в пятый. Едем дальше. Следующая бумага – это IFF. International Flavors and Fragrances. Лучше мне могли бы запланировать. Вы быстрее смотрите, чем я. А какого числа было сообщение о доходах? Один момент. 7 августа. Добро пожаловать. То есть, опять-таки, какие-то... Вот смотрим на последний бар перед этим падением. На предпоследний бар. Кто-то продал, а кто-то купил. Ведь за каждой точкой на вашем графике есть два человека. Покупатель и продавец. За каждой точкой. Кто-то купил. И кто-то купил эту акцию где-то примерно за 80 долларов. И вот он приходит на следующее утро в кабинет. Она стоит уже не 80, она стоит 64,5. Если он управляет деньгами, то ему предстоят звонки от клиентов. Если он только играет на свои деньги, ему нужно с женой объясняться будет, скорее всего. Вот я тебя просил купить. Ты говоришь, что деньги надо экономить. А сам, да? Слышали когда-нибудь такое? Едем дальше. Я только надеюсь, что после сегодняшнего вебинара все участники, все участники до последнего создадут себе табличку в Excel для планирования каждой сделки. Пункт первый. Тикер, название этой сделки. Пункт второй. Когда будет сообщение о доходах? Пункт третий. Объем. Пункт четвертый. Короткий интерес. Short interest. Short float. И если хоть одна из этих вот колонок в негативе, все, дальше не смотрим. Едем дальше. Тысячи акций есть на рынке. Выберем что-то другое. Начинаем подход. Каждая акции с теплого товарищеского негатива. А потом уже позитив. И вот несколько бумаг хотелось бы посмотреть, которые такие, очень часто мы про них слышим, про них спрашивают. Это Apple, одна из тоже, которая была коррекция. У Apple всегда бывают коррекции. Если вы возьмете долгий график Apple, скажем, за 20 лет, то вы увидите, что коррекции порядка 40 или даже больше 40% вполне. Каждые пару лет бывает. Каждые пару лет. И вот сейчас, значит, вот Apple в июле стоил, я округляю, 200 долларов за акцию, да? А в августе он опустился до 170, это 15% вниз, да? Бывает хуже. Это великолепная компания, великолепные продукты. Я сейчас сам сижу перед компьютером, Apple, разговаривая с вами. У них все есть. Управление правильное. Вкладывают огромные, огромные суммы в разработку новых технологий. То есть они не сидят на лаврах, а вечно что-то новое, что-то новое. Вот так вот. Так что, как инвестиция, великолепно. Как трейд? Ну что, была коррекция. Была коррекция довольно резкая на недельном графике. От примерно 200 до примерно 170 с копейками. И импульсная система все еще красная. Но она недолго пробудет красной. Сейчас я проверю на своей машине. Так, я впечатываю Apple. Я очень редко торгую этой акцией. Она слишком спокойная для меня. Так вот, Apple, значит, он в данный момент торгуется 178 долларов и 24 цента. Если он поднимется на следующей неделе выше 179 долларов, на доллар выше, чем сейчас, то импульсная система станет синей. И все будет легальным. Так что, если вы инвестор, будьте готовы. Будьте готовы. Спасибо, Александр. Вот я на самом деле все, что со своей стороны хотел показать, то есть по Netflix, по Tesla, мы уже смотрели. Может быть, если с вашей стороны какие-то примеры показать, как вы вчера показывали. Я сейчас смотрю, кстати, то, что Люди Месседжи пишет, Михаил пишет. Александр, у вас в книге есть шикарный апгард для проверки. Огромное спасибо за него. Ерлан спрашивает, для торговли, как вы отбираете акции? У меня есть как бы три канала, по которым я их начинаю отбирать. Во-первых, я каждый уикенд, уикенды для меня самые рабочие дни, кстати. Каждый уикенд прогоняю, так сказать, моя зона рыбалки, это индекс S&P, S&P 500. То есть это 500 самых крупных акций в Америке. Я их прогоняю через три скана. И на этих сканах очень часто находится что-то привлекательное. Все. Скан – это не для автоматической торговли, но он просто, чем мне смотреть на 500 графиков, скан вместо 500 находит, скажем, 70, которые выглядят с точки зрения скана приятно. Я, по-моему, рассматриваю их, так сказать, в лицо. Всегда у меня есть где-то 5-6-7 акций, которые вот в последнее время я их торгую опять и опять. У меня есть друг хороший в Берлине, он говорит, у него гарем где-то 200 акций. Он говорит, он с каждой из них уже побывал, и на каждый уикенде он выбирает 6-7-8, которых он возьмет на этой неделе. То есть, ну, он человек молодой, резкий, у него 200, у меня где-то 6-7-8, которые я вот в обойме. Это, так сказать, это одно, вот это мои личные сканы, этот личный, так сказать, гарем маленький. Кроме того, я веду на интернете с партнером группу, которая называется Spike Trade. И там у нас люди соревнуются за лучшую сделку недели. И там, в частности, есть 15 элитных трейдеров. Почти всегда, почти каждую неделю, то есть 15 умных, проверенных, заслуженных мужиков выдают свою лучшую сделку на неделю вперед в соревновании. По крайней мере, один из 15 подаст идею, которую стоит торговать. И, наконец, когда мне люди задают вопросы о конкретных акциях каких-то, я смотрю на них, я бы сказал, что примерно в одном случае из 20, когда мне задают вопрос, я сам торгую этой акцией. Я, кстати, об этом всегда сообщаю человеку, который это сделал. Предложил вот такие три канала. Что еще? Что еще? Вы хотите, чтобы я показал что-то? Если, может быть, у вас какие-то были примеры, там, может быть, вчера или сегодня, то есть просто как пример, то наши участники очень любят, когда просто увидеть живой пример, возможно, какой-то сделки. Я сейчас остановлю экран, и вам уже вы сможете... Где-то, 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 а, сейчас. А вот, share screen и desktop. Вот так. Вы видите сейчас мой экран, да? Да. Прекрасно. Хочу линейку эту сдвинуть куда-то. Вот так. Сделки какие-то. Я не хочу говорить об открытых сделках. Это... Я лучше посмотрю, чем я недавно торговал. Одну секунду. Открытые сделки – это, скажем, глубоко личное дело. И когда начинаешь говорить о них, то очень легко... А вот, несколько хороших... Гордость начинает заигрывать. Вот я показал эту сделку, значит, а это мешает управлению сделкой. Вот сейчас... Так, сейчас почему-то черный экран. Да-да, я просто перешел на Excel, посмотреть, что есть. А, все. Окей, вернулись, да? Ну, вот, например, возьмем это. CHTR – Charter Communications. У них, кстати, сообщения о доходах не так давно были. Ну, вот. На недельном графике... Значит, начинаем с недельного графика. На недельном графике было сильное ралли. Акция стала бить головой по верхнему конверту. Опасное место. Индекс силы показывает... Вот эти желтенькие точки показывают, что индекс силы выходит из конверта. То есть происходит то, что я называю баник-паник. Панические покупки. Панические... Надо-надо-надо. Панические покупки. То есть покупки в невероятных объемах. Любая паника всегда заканчивается. И она закончилась. И когда эта паника закончилась, две недели тому назад, я перехожу на дневной график. И говорю, как интересно. Есть ложный пролом вверх. Вот я сейчас линию начерчу. Это программа, которую я пользуюсь. TradeStation. Это не лучшая программа для рисования, к сожалению. У них аналитика очень сильная. Вот. Ложный пролом. Смотрите. Эта акция пытается высунуть голову вверх. Высунуть голову вверх. И не идет. И вот где-то, когда она закрылась внизу, я ее закоротил. Я ее закоротил, и она опустилась. И она опустилась в зону ценности. Я ее закрыл, по-моему, позавчера. Опустилась в зону ценности. И все. И не идет дальше. Вот. Бьет теперь головой, ногами вниз. И происходит на дневном графике панические продажи. Паника – это кратковременное состояние. Она никогда не длится. Я снял прибыль. Спасибо. Поехали дальше. Просто как пример. Еще одна недавняя сделка. C-E-L-H компания. Недельный график, где я принимаю стратегическое решение. Кстати, зеленый, да? То есть нелегально коротить. Но, как я сказал раньше уже, что для краткосрочного торговца недельный график, я могу немножко это дело подкрутить. Акция рванула вверх. И она рванула вверх на сообщение о доходах. Все. Сообщение произошло. И паника закончилась. Переходим на дневной график. Паника. И вот она рванула вверх по сообщению о доходах. И стала захлебываться. Стала захлебываться. Вот тут-то я ее продал. То есть открывается низко, закрывается высоко. Хорошо. Открывается низко, закрывается высоко. Хорошо. Открылась высоко, закрылась низко. По голове. Через два дня снял прибыль. Вот так вот. Краткосрочная игра, построенная на тех индикаторах, которые, Роман, у вас на экране. Секретов нет. То есть есть опыт. Есть опыт. Есть опыт. И есть дисциплина. Есть... У меня был очень близкий друг такой, Лу Тейлор. Моя книга самая главная ему посвящена. Он был совершенно замечательный мужик. Абсолютно лучший друг, который был у меня по жизни. Был... И в частности, был невероятно популярен с женщинами. Они не увесли со всех сторон. Мы с ним шли в ресторан. Ему было 80 лет. Мне было 40. Все увесли на него. И он как-то говорит... Пошел к гражданке пить кофе. Есть старый анекдот. Пьет кофе на квартире. А квартира – это местоимение. Пошли к ней... Она разделась. И он говорит. И вдруг он видит, что она, так сказать, в стратегической локации выбритая. А это было много лет тому назад. Он умер уже 20 с чем-то лет тому назад. Сейчас это принято делать. А в те времена людей брили только в двух случаях. Если у них операция какая-то была или если была венерическая болезнь. Я говорю. А что ты сделал? А что ты сделал? Что сделал? Надел штаны и пошел домой. Да? Вот так вот. Видишь риск – уходи. Я думаю, что после этого примера и после... Графиков, которые вы показали. Да. Спасибо большое за приглашение, Роман. Всегда очень приятно с вами встречаться. Спасибо большое, Александр. Был рад вас видеть, слышать. И наши участники тоже с нетерпением ждали. Спасибо вам большое. И уже увидимся в сентябре. Спасибо большое. До скорой встречи. Спасибо большое, Александр. До свидания. До свидания. Уважаемые участники, как я обещал в начале, еще пару слов скажу про конкурс, про индикаторы Александра, которые возможно поставить на MetaTrader 5 и про конкурс. Соответственно, для тех, кто еще не пользуется индикаторами Александра, то в Admirals мы предоставляем их бесплатно. Они устанавливаются на платформу MetaTrader 5 и активны на реальных счетах, у которых баланс более 200 евро. Для того, чтобы запросить данный индикатор, необходимо написать письмо на почту elderdiscsobakaadmiralmarkets.com. Для тех, кто смотрит нас сейчас в Zoom, я адрес почты, чтобы вам было удобнее скопировать, прикладываю сюда. И для тех, кто смотрит нас на YouTube, то почта будет приложена в описании к видео. Соответственно, вместе с индикаторами мы отправляем шаблоны, инструкции, и вы сможете их настроить точно так же, как только что в ходе нашей встречи вы видели, и как их показывал Александр на пятом MetaTrader. Если вы еще не являетесь нашим клиентом, то также можете написать на эту почту письмо, и наши специалисты помогут вам именно с открытием счета, и если у вас есть какие-то вопросы, то, соответственно, на них ответят. И также у нас проходит конкурс, как сегодня мы в середине нашей встречи разбирали победителей, которые предложили две сделки. Соответственно, в конкурсе мы разыгрываем книгу с автографом Александра. Последняя книга, да, разыгрывается книга на русском языке. Пока у меня их нет еще в наличии, поэтому мы их будем отправлять нашим победителям чуть позже. Но вы все можете принимать участие в этом конкурсе. Соответственно, конкурс у нас проходит на YouTube-канале. Если вы на него еще не подписаны, то обязательно это сделайте. Для тех, кто в Zoom, я сейчас ссылку отправляю непосредственно в чат. И для тех, кто на YouTube, то есть если вы уже нас смотрите на YouTube, то вы уже находитесь в правильном месте, как раз там, где проходит конкурс. Соответственно, что нужно сделать для участия в конкурсе, это поставить лайк видео, подписаться на YouTube-канал Admirals и приложить одну сделку по активу, который торгуется в Admirals. Вы видели сегодня много разных примеров. Это были и валюты, и криптовалюты, и акции. Поэтому любой инструмент, который торгуется в Admirals, его можно использовать для данного конкурса. Тем более, что у нас торгуется порядка 5000 разных активов. И с большей вероятностью вы найдете тот, который мог привлечь ваше внимание именно для проведения сделки. Соответственно, в комментариях к последнему видео, которое на YouTube-канале Admirals находится, нужно предложить актив и указать цену входа. То есть, по какой цене вы планируете в этот актив войти. Это может быть цена в день, когда вы пишете, или через какое-то время, допустим, отложенный ордер. Показать цену Stop Loss, куда вы поставите Stop Loss, куда вы поставите Take Profit, и написать дату поста, когда вы ее размещаете. Это поможет нам найти сделку корректно на графике, когда вы ее предлагаете. И, соответственно, конкурс проходит месяц с одного вебинара до другого. То есть, сегодня у нас встреча 24 августа, и, соответственно, следующий у нас будет 27 сентября. Поэтому у нас есть чуть больше месяца, чтобы эта сделка найти сделку, предложить, чтобы она реализовалась. И, соответственно, победителем признается тот, чья сделка пройдет самое большое расстояние в процентах. То есть, мы не применяем ни плечо, ни какие-то другие. То есть, вот там 10%, 15%, 20% от точки входа. Соответственно, чем больше сделка пройдет, тем таким образом мы и выделяем победителя. Вот как сегодня у нас был победитель, который победил уже второй раз. И, соответственно, мы отдали победу второму месту, второму участнику, который был. Потому что один раз можно победить в нашем конкурсе. Тем более участник побеждал в предыдущем. В предыдущем нашем встрече. Поэтому всех призываю участвовать. На YouTube-канале обязательно это делайте. Не забудьте подписаться. Обязательно, если вам понравилось это видео, то поставьте лайк. И с вами увидимся уже в следующем месяце, в сентябре, да, в конце сентября. Поэтому всем желаю хорошего дня, хорошего вечера, хорошего месяца. И до новых встреч уже на следующих вебинарах и классах вместе с Александром. Всем спасибо и до свидания. Субтитры подогнал «Симон»!